Хулиганство какое-то, а не музыка, может показаться неискушенным услушателем. Так же подумал и начинающий композитор Эдуард Артемьев. Однажды я услышал, как мой дядя принес какую-то ноту и стал играть. Меня это поразило просто на глубине душе. Такое я просто не слышал никогда. Сначально мне казалось, что это такое, просто он балуется. Логики никого не видел. Но это был Скрябин, третий тон. Музыку я просто ненавидел, признается он позднее. Обучение в музыкальной школе было как оброк. Но Скрябин и его опус номер 72 потрясли юного музыканта. Артемьев начал сочинять что-то подобное. Вторым потрясением был Стрябинский и потом рок. И в частности опера «Иисус Христос. Суперзвезда», которую Эдуард Николаевич называет самым знаковым сочинением 20 века. Такого музыки никогда не было. Одно сочинение захватило весь мир, весь буквой. И еще не прошло его, и они не пойдут никогда. А потом была электроника. Его первой киномузыкой стал саундтрек к фильму «Мечте навстречу». Увлеченная космосом страна грезила новыми мирами. Встречи с инопланетным разумом. Эти электронные звуки созданы с помощью первого советского фотоэлектронного синтезатора АНС, изобретенного инженером Евгением Мурзиным, с которым Эдуард Николаевич много лет работал. Эти эксперименты и стали началом создания школы советской электронной музыки. И Артемьев – один из ее отцов-основателей и самых ярких представителей. Весной 1968 года он случайно на дружеском застолье встретился с Андреем Тарковским, уже тогда знаменитым после премьеры своего Андрея Рублева. Режиссер собирался снимать «Солярис» и обратился к Артемьеву с просьбой создать абсолютную противоположность традиционной киномузыке. «Бах», кроме которого больше нет музыки, так считал Тарковский, в интерпретации Артемьева еще один смелый эксперимент. С Тарковским было очень сложно работать, но крайне полезно, считает Артемьев. Режиссер и композитор, можно сказать, нашли друг друга. К себе и своему творчеству они оба относились строже любого критика, постоянно стремясь к совершенству. У меня еще живет второй человек, который критик дикий. Он был сильнее, чем композитор. И все, что я делаю на такое жесточайшем прессовании происходит, что просто я изнемогаюсь уже. В конце 70-х, в начале 80-х Артемьев на вершине советской прогрессивной музыки. Но популярным у широкой публики его сделали гениальные мелодии, созданные в это же время для кино. Эта мелодия стала настоящим хитом в СССР, а в 90-х, использованная в танцевальном ремиксе российской группы ППК, покорила мировые чарты. В 1980-м его музыка звучит на Олимпиаде в Москве. По приглашению Кончаловского он едет в Голливуд и там пишет произведения не только для его фильмов, но и для западных режиссеров. Через три года возвращается на родину и создает новые музыкальные шедевры к фильмам Никиты Михалков. На просьбу открыть секрет создания своих мелодий Артемьев отвечает, что любой человек – существо творческое, важно лишь ухватить в потоке мыслей одну, самую значимую. Все деятели он ходит, в голове проходят слова, прокрутка идет. И так же звуки прокручиваются, откуда ни возьмись. Вот я считаю, что такое композиции, да, это умение что-то ухватить, что тебя вдруг за что-то зацепило. А другие проходят мимо. Он создал саундтреки почти к двумстам фильмам, а также симфонии, оперы, оратории, музыку к спектаклям, концерты, электронные композиции, одна из которых «Красота Земли» в виде радиосигнала отправлены к звездной системе Траппист-1 и экзоплодите К2-18Б, предположительно похожей на Землю. В его музыкальной вселенной холодный космос и живая человеческая душа вместе. Музыку создал человек, Господь, такого возможности. Очень поразительно. Это создано человеком и тем другим. Не было нас, и не исчезнет музыка. Субтитры создал DimaTorzok